Привет, зрители! Аж пошла такая пенка, я решила записать, как я тут хаваю, потому что меня уже там просили, когда же я уже запишу, как я тут хаваю. Я очень хочу есть на самом деле. И есть один запрос, который повторяет другой запрос. Я негативно вякала, уставшая на камеру в деревне, но еще это даже не смонтировалась. Даже сногноут еще не ссылось по поводу похожего запроса. Но так как я не помню суть запроса, а что-то подобное уже было. Там что-то по поводу дружбы. И у меня тут, понятно, никаких других еще мыслей по поводу этой... Ну, когда с вами дружат, а пусть жил со мной человек и каждый год своей дружбы измерял в ритрах меда. Человек, кстати, не извинился, но через родственников моих передавал, что типа это... Пусть он это ко мне приходит! А вы что, повздорили? Да не! А типа вы поругались? Да не, мы слегка повздорили! Человек не чует своей вины. Я тут ездила, значит, на Вьескино и тихо и цапо валила в обратно. Но об этом есть ролик деревенский. Короче, у меня тут рыбный супчик. Из той консервы тут я картошки почистила, приправы абхазская для рыбы фигахнула. И лукопорей я порезала. Так как у меня одна сковорода, на которой хорошо делать эту зажарку занята. А тут как бы приправа уже есть. Да вообще как-то есть хотелось. Больше, в общем, тут вот видно, я так села, чтобы все видно, с телефона тут управляют. У меня тут самопальный майонез. Вот здесь у меня фунчоза не так, как я говорила в ролике про еду. Этот ролик будет смонтирован. После того, как смонтируется тот ролик с покупками, после того, как смонтируется ролик, который я вчера засняла и начала дышать немножко монтировать. Тут у меня эта фунчоза посыпанная приправой для рыбы. Тут какие-то четыре компонента. Тут у меня развалившаяся. Я хотела ее перемешать, но у меня не получилось. Абхари. И леновое масло. А еще два кусочка хлеба. Что ж, пожрем. Для тех, кто любит хавать, когда кто-то, смотря, как кто-то хавает на камеру. Для тех, кто забывает поставить себе зеркало и страдает, блин, когда же Реля или еще там кто-нибудь запишет ролик с хаванием на камеру. А то сижу бедный, голодный, несчастный, жрать не могу. Есть те, кто обязательно едят только в компании. У меня вот бывшая соседка по моей бывшей работе могла есть только когда кто-то рядом с ней ест. И мы вместе обедали. Это я. Или просто прикусывали. А есть те, кто не любят есть, когда кто-то с ними ест. Ну, типа могут есть только в одиночестве. А есть те, как я, которые... Вот знаете, приходит к вам человек. А вы как раз обедать собираетесь. А этот человек специально приходит на обед из тех людей, которые вот надо их долго уговаривать, чтобы они пожирали с тобой. А ты тупо хочешь есть, и не рассчитывал на этого человека. Можешь кушать. Нет, нет, я не буду, я не буду. Есть такое спасибо, я весь сыты, я не буду есть. И вот он сидит или она и смотрит вам в рот. Ощущение, что вот у вас прям жилу так уже видят, бед, насквозь. И есть, соответственно, уже просто... Не то, чтобы нет желания, вообще сил нет. Ну ладно, я уже пожру на камеру. Потому что я очень есть хочу. Я сначала подумала поставить камеру, потом думаю, да ну нафиг, что я тут типишусь. Я вообще тупо есть хочу. Потом думаю, я вроде такое тут всякое вкусное изготовила. У меня же идет запись, да? Ну и в итоге я все-таки решила поставить эту камеру. Я не знаю, рыбный суп едят с майонезом или нет. Или со сметаной. И рыбу, может быть, надо было эту порезать, хотя она довольно-таки небольшие кусочки. Ну впритык. То и консервы фишхаус. Хотя я помню, у меня там камер подставила мадама, которая мне под роликом с обзором одежды тоже высрала этот камер. Ну в смысле не этот, а тоже камер такой подобный высрала. Такая вот, которая прибегает. У кого-нибудь несчастье, вот какое-нибудь случаясь. Есть такие люди, вот мне вчера такая попалась, бадана. Которые как бы и не хотят сделать, допустим, пакость человеку. Но если это случается пакость у человека, то они радуются. О, у тебя несчастье случилось. Сейчас прибегу, под носу, подвоплю. Какая именно ты плохая, а не кто-то там плохой. Мне вчера так все с людей мозги выносило. Что это особенно те, которые агитировали чуть ли не силой кота выгуливать на веревочке. Что то, что он испугал за человека, это не вина человека, который там, допустим, напугал кота. Не вина кота, который такой дурак не отрекается на имя в городе. А исключительно моя. Ну, прям такое вселенское слово. День и детственный парень, который мне сказал, он еще подобное, что я на себя наговариваю, что на самом деле это не так, а те люди, которые так считают, придурки. Я не помню, как он сказал на самом деле, но суть такая. У меня чайник, кажется, согрелся. Надо посолить. Хотя вот я не хотела уложить укропа, петрушки, соль я тут делала, заготовку. Настительность такой. Потому что боялась, что тут как бы соль в приправе и соль в самой рябе. Но надо посолить так, что вы переживете. Залезу свой холодильник где-то там. Приправочка моя. Вот у меня же еще тыковка, которую надо уже укокошить. Или укокошить и заморозить, или укокошить суп сварить. И ее пожарить, или кашку с нее делать. Знаешь, чем-нибудь. Лочка, которую я приправку фигачила. Вот ее видно, наверное, тут. Это вот. Петрушка с солью помотая. Штуковиня, которую я тут обозревала вчера. Я еще не успела смонтировать до конца. Даже рука потянулась за вторым кусочком хлеба. Вот семейное такое поверье у бабушки дедушкой было. Если кто-нибудь обедает, и за вторым кусочком хлеба рука потянулась и откусила даже его. А другой еще закузанный лежит. Значит, тут голодный бежит. Тут голодный добежал. Потому что я все-таки вспомнила, что у меня тут еще кусочек хлеба остался. Что-то я сегодня до хрена быстро говорю. Вот как в обзоре предыдущем. То сейчас. Вообще-то меня в детстве учили. Когда я ем, я глухонем. Но тут внезапно на ютубе я столько долго каждый раз умною. Особенно в стримах. Короче говоря, девица ко мне прибежала и сказала, что я не умею дружить. То бишь, знаете, вот люди, которые на подобную ситуацию с 12-летним знакомством с одной бабулькой в одной деревне. Вообще московская бабулька изначально. Ну, на самом деле она изначально дирижановская бабулька. Но потом уже московская деревенская. Люди, побывавшие в подобной ситуации, как я, я думаю, таких не то чтобы много и не миллион, но там прилично есть. Особенно среди тех, кто меня смотрит или подписан на меня. Кто смотрит просто или смотрит и подписан. Я подозреваю, что на метрике, скорее всего, таких вот попадалось, как я, кто с кем-то долго-долго общался, а потом выясняется, я с тобой общалась из выгоды. Я считаю, что за мою дружбу ты должна мне платить. Вот там Адама в юриде черемиска, Надо же, если запомнила точно, то вообще шедеврально. Память у меня прибежала и сказала, что, типа, я не умею дружить. Что у меня все по-старому, так же, как с Ленкой Снегелевой было. Что за дружбу я должна была, за дружбу с кем-то я должна была еще и что-то платить. У меня там подруга, про которую я в прошлом видео говорила, Юрка из Петера, на эту тему всегда так офигевающе что-то такое выдает, шедевральное. Что люди такие охреневшие, такие вот именно люди, они настолько охреневшие, что еще думают, что за их дружбу что-то надо. Ну, дай давать. В общем, люди, которые разделяют, не, не, Юрия, черемис на тему вот того события. Яна находит что-то общее, что и моей знакомой. Себе. И стопудово какая-нибудь Юлия, какой-нибудь там, ну, девочка с этой Юлей, черемис, или с подобной ей, да, вот это, будем говорить, что это нарицательное имя, с этой Юлей общаются, и она наверняка там приходит домой к ней. Юлия, я твоя подруга, я пришла к тебе с тобой подружить, ну, там, пообщаться, то есть все, я тебе принесла вот всего. О, в нашем случае дружба измерялась с медом по большей части. И вот нет мёла, нет дружбы. Есть мёд, есть дружба. А еще тем, что, знаете, вы приходите, и человек развлекает, и я раньше думала, что, ну, не с кем поговорить, раз в неделю к ней приезжаешь, что ништяк. Ну, человек любит поговорить, короче, какая-то отдача была, но, знаете, вот из серии такой мы тут с Юлейкой в Эйбере обсуждали одну мадам, он из серии «Бери, боже, что нам не гоже». Я попользовалась, оно мне не понравилось. Если мне какой-то продукт не понравится, я обязательно ему кому-нибудь отдам. Какой-нибудь девице, которая, на мой взгляд, такая ущербная, и только моим вот этим бэушным говном, не всегда говном, может пользоваться. Я вот тут собрала на помойке, точнее, библиотеке, книжки, которые уже списались, они как бы никому не нужны, мне самой тоже, но я их перевезла из одного места в другое, и я решила, что вот именно тебе я их отдам. Я знаю, что они тебе не нужны, ты такое не читаешь, но ты их почитай. Но даже если не будешь читать, всё равно возьми. А за это ты ко мне приедешь, меня развлечёшь, иногда привезёшь. Я понимаю, что ты можешь прожить без всего вот этого барахла, у тебя своего барахла хватает, но если ты у меня не будешь брать это барахло, приезжать меня на закат, то зачем нам с тобой общаться? Мне есть с кем общаться. Ой, знаешь, не с кем общаться, ну не всегда, так вот я скучаю, так вот, ну мне скучно, мне хочется, чтобы меня кто-нибудь раздыхал. Вообще я живу одна в деревне, я специально езжу одна в деревне, отдыхаю всех. Но я одна живу в деревне, почему из других соседних деревьев, они проходят навещать. Как это так? Как они посмели меня не приходить навещать? Я живу одна, но мне тяжело, у меня нет огорода, мне надо чем-то кормить, поедать и так неподобное. И мне помогать. Все мне должны. Я думаю, вам, ну может не часто, я надеюсь, все-таки, а не всем, но подобные типажи встречались, это как бы пример утрированный немножко. Я не знаю, насколько я выполняю Веркин запрос, храбом, говорит, эту тему обсуждать, потому что надо было, конечно, в Вайбере уточнить у нее, вчера еще думала уточнить. Ну что, забыла. Долова котом была, а не там. Может, надо было как-то сильно подготовиться, но у меня как-то все спонтанно вышло. Потом хрен знает, когда я еще на камеру, смотри, поесть. Так вот, я считаю, что если с кем-то общаешься, то общаешься потому, что вот интересно. И, в принципе, я люблю дарить подарки, люблю получать подарки. Но именно тогда, когда я сама это хочу, вот чисто именно что-то кому-то подарить, вот именно по собственному желанию. должно быть какой-то вот по поводу или нет. Именно душевный порыв, а не тогда, когда приезжаешь к человеку и думаешь, ну что, я же не обязательно должна каждый раз что-то ей такое привозить, да? Просто пообщаться приезжаешь, а с себя каждый раз, каждый день вообще. Ждут что-то такое, там, чего-то материального, чего-то такого. Чего-то бартерного, чего-то даже другого никак не связанное. Мне кажется, это как-то, ну не знаю. У каждого свое, конечно, мировоззрение. Эту тему я затрагивала в ролике, который я еще даже не сливала с камеры на ноутбук, но в моем последнем бытие в деревне. Сходная, наверное, такая тема. Мне кажется. Тут у меня где-то сапливчик был. Секринка на Петрозаводске, купленный за 10 рублей. Ух ты, у меня даже кусочек хлебушка остался. И это, наверное, может уже остыло. Может быть, надо было побольше масла полить, может даже не льняного. Но есть-то хочется. Кусок фасолиный попался. У меня как бы мисочка, и в ней сверху просто остатки фасоли, которые я думала так, что-нибудь с ней делаю. Но в итоге я хомячила часть вчера прикуску в хали. Ну и просто сверху положила. Видимо, когда вилкой кидала, что-то такое попалось. Короче, вот смотрите, общаетесь вы с человеком. Ну, у меня часто такое бывает. Даже еще, допустим, с одноклажкой там с какой-нибудь. И вдруг случается так, что вы чем-то заболели, оно как бы увеличится, но не до конца. И как бы не смертельно, и вашей жизни особо не мешает, ни тем более жизни окружающих. Ну и вы общаетесь с человеком, допустим, когда я очки стала носить, со мной только моя лучшая подруга нормально, адекватно общалась. А другие как-то или переметнулись в план, а, очкарик, надо тебе камнями закидать. Чем механка от цветочного отличается? Там тоже алкаши, но там агрессивные алкаши были. Тут адекватные, добрые алкаши, вообще такие няшечки. Ну, в смысле, встречаются какие-то алкаши, но они как бы не докапываются до тебя. Суховатые немножко. Ну да ладно. Конечно, надо еще масло полить. Так вот, и те, которые как бы нейтрально относились, что ли, с толачкариком, а потом уже постоянным таким очкариком, ну, что не только, когда читаю там очки, а вообще вот, как сейчас. И, допустим, вот такой, ну, элементарный привет с очками. И вот ты кому-то говоришь, что я вот очкарик, допустим, общаясь с тем-то по интернету. Кто тебя, допустим, даже не видит? И ты человека не видишь. И может быть, у человека нет ноги, руки или еще чего-то, и как бы это пофигу, тот же человек, я бы сказала нам, моя подруга, тебе же его не варить. Может, он по меркам людей жирный, даже по своим. Или наоборот, какой-нибудь скелетик. Точий. Это тоже как бы не показатели, но, как говорится, в любой нации есть уроды, да? Я считаю точно так же, что при любой какой-нибудь болячке здоровый человек физически или частично болеющий, да? Если он сам по себе мудак, то он мудак, там пофиг, как он. А если он нормальный, то какая разница, нет у него руки на гире, еще чего-то. Главное, чтобы мозга не было. Ну, что мозга нет, считай, коллега. И вот попадались вам такие ситуации, когда вот вы с кем-то общаетесь, и вдруг человек узнает, что, ой, а ты что, очкарик? Ну, это элементарно. Там можно любой другой пример привести там, да? Или так вдруг узнаешь, что вот у человека как бы рука с виду нормальная, а она искусственная. Я думаю, все-таки чаще встречается такое, как бы, возьмем, что с очкариками, да? Ты очкарик? И к тебе отношения сразу меняются, человек с собой перестает общаться. Допустим, я же люди, которые носят винты, да? И вот там не видно, что они очкарики, такие вот, как я. И, соответственно, я думаю, можно вот этого еще посыпать. О, что ты? Пять ложечки. Хотя, в самом хале у меня вот это есть. Пять ложечка соли. Так, наракат. И отношения к тебе вот меняются там. Ну, допустим, у кого-то низкое давление или страсть к обморокам на пустом месте не очень. И отношения меняются настолько, что вот ты же сейчас помрешь. Едешь в автобусе, была у меня такая однокласска, она там знает, что у меня там при определенных обстоятельствах может случиться обморок, но это надо еще очень сильно постараться, чтобы он случился. И она меня стабильно пыталась посадить. Вот в автобусе пустое место? Садись. В автобусе не пустое место? Садись. Ну, короче, так, что вот тряслась надо мной, как будто я вот сейчас развалюсь. Но больше вот именно момент, что ты общаешься с человеком, а потом вдруг человек что-то такое тебя узнает, и человек перестает считать тебя за человека. Чем вот обычно такие люди начинают считать, я вообще не представляю. Но вот если честно, меня такое напрягает. И про какие-то подобные моменты стараешься как бы не говорить, не знаю, как у вас такое бывало или нет, я думаю, что все-таки есть люди, у кого что-то подобное случалось, что люди о тебе меньше знают, лучше спят. Другой момент, когда кто-то наоборот позиционирует себя, я вот тут эту смотрела Лилю, с Аней обсуждала в чатике эту Лилю, я не помню, как она полностью называется, Лиля, и хрен знает. Человеку чисто мою имху, мое мнение, вот то, что я у нее несколько роликов посмотрела, мне ее еще раньше кто-то из моих подписчиков советовал, может, года три даже назад, сравнивая нас там как-то или еще что-то. Человек настолько пустой, гнилой, не знаю что, но так выпирает вот эту свою болячку. Конечно, это круто, что вот там, благодаря, вот я забила ее болячку в поиску, у меня куча всяких там странных лиц вылазила, но по большей части везде это Лиле. Популяризация этой болячки. Я считаю, что давить на жалость, говоря, что вот у меня такая-то болячка. Я, конечно, как вы все, но не совсем как вы, я тоже хочу краситься. У нее вот уже вот эта фраза вот на ее канале, я хочу краситься, значит, или типа могу краситься, или еще что-то. Это вот, честно, уже такой диагноз клиника, я не знаю, как объяснить, но это уже видно, что гнилой человек, это как вот моя подруга, в кавычках бывшая, Ленка, красится. Косметика головного мозга. Давить на жалость тем, что вот у меня какой-то ролик был, что он там, кто-либо хочет Богу душу отдать, и есть камень, да я читала, и такая хорошенькая, не помирает. В общем, человек, который продвигает самого себя за счет каких-то своих увечий. Я такого не понимаю, если честно. Думала даже опросик сделать на канале, но что-то вот как-то не зашли пока руки. Думала, что-то не зашли. И, правда? Кто-нибудь из подписчиков, фанатов Ливии или просто мимо проходящих скажет, что это мне за то, что я такую милую белую несчастную девочку, вспоминаю плахан словом. Что я тут спрорила с Деттл Сайфом. Если возникает вопрос, какого хрена я тут закончила в какой-то смысле? Сначала я вспомнила про такую фейховую дружбу, потом про отношения людей изменяющиеся, когда они узнают, что человек чем-то отличается от 100% здоровых людей, и заканчиваю вот этой вот Ли и всеми, кто выпячивает свою вот эту неполноценность. такое все принятое норма. Я думаю, что этот ролик кому-то зайдет. вот, я сделаю даже с этим запробу, отдельный болтал, может быть шепотом, может быть подойду, может быть так это, между делом чаем запиваем. отдельно вот на тему людей, которые чуть-чуть отличаются от других, и государство их признает как чуть-чуть отличающихся от других, и их тараканы. Потому что четвертая тема за этими макаронами явно уже не влезет. Но, кстати, даже с Ленкой мы такую тему, когда она ко мне первый раз приезжала, обсуждали, что какая-то мадам пропиарила свой канал, после какой-то там своей болячки. Что типа жаловалась, жаловалась на болячки, что как-то плохо, что она Ренка Славы никогда не сделает, и однажды я у нее нашла на канале раньше, а потом она еще записала позже, еще когда мы общались на камеру, я лично по переписке по большей части ВКонтактике, какой-то ролик, что я там делал. Аппендицит вырезали, мне аппендицит этот сжёг на пулырь. У меня есть пара близких знакомых, можно сказать, даже родственников практически, короче, пара близких людей, у которых сложная проблема в разные периоды жизни, им вырезали желтный пузырь. Как бы это не есть хорошо, конечно же, но они не позиционируют себя, ой, вы знаете, вот, короче, когда вот, сейчас созрела мысля, когда человек свои гадостные стороны, свою подлость, там какую-то хрень полную, какие-то гадости, которые он делает, он оправдывает своей болячкой. Мне очень много попадалось, сейчас скажу страшное слово, тоже к той теме как раз, вот я до этого, мне в принципе оно не очень нравится, валид или инвалид, да, люди с ограниченными физическими по большей части, иногда умственными особенностями или возможностями, да, и вот мы с подругой считаем, что есть те, кто как бы не признан государством с ограниченными умственными возможностями, но на самом деле они самые такие очень одарённые в этом плане. Так вот мне, да, лапа у меня дрожит, некоторые бывало переставали со мной общаться, когда узнавали, что после ДТП у меня лапа дрожит иногда, видите, вообще такой грех смертельная рука у человека дрожит, она настолько дрожит, что у меня эти цветы там на столе дрожат, бывает стоящие, где я дрожу, стол шатаю, упираюсь на него, и он заставляет цветы дрожать, трендец, да. Короче, вот среди тех, если допустим я заранее знала, что человек инвалид, да, вот среди заранее узнанных инвалидов мне где-то 8-10 попадалось моральных ублюдков, которые позиционировали свои вот эти какие-то плохие стороны, свои пакости, которые делали окружающим, мне в том числе, некоторые люди, тем, что ну я же инвалиду. Без разницы, знаете, вот, ну там можно случайно упасть и что-то раздавить, да, потому что там вот костыль отказал, скажем так, тогда как бы оправдано. А когда ты что-то ломаешь, это ну никак не связано с твоим костылем, потому что у тебя руки целы, ноги целы, голова практически на плечах, правда мозг там почти нету. Это не оправдание, это я к тому, что возвращаясь к той теме, когда мне вот казалась там эта девица, что не умеет дружить, что это нормально задавливать кого-то ради сохранения общения с ним. Как я год уже с лишним назад постебала Ленку, как бы понимая уже, что она за человек, наконец-то за 15 с лишним лет дошло. Слово бог, хрен ли, как до утки на 25-е сутки дохода Лёли. Я ей сказала, ну типа, что ты, ну какие условия ты выставляешь, чтобы я с тобой, как бы еще дружила, ну как бы, что я должна сделать, чтобы наша дружба осталась. Я помню такой Такой фигнёй страдала, когда я общалась с каким-нибудь парнем, с какой-нибудь подругой, с каким-нибудь другом. Ну типа, вот что я должна сделать, чтобы наша дружба осталась, потому что наши торсы не остались. Глупая Лёля была. Наивная, побольше, кстати. Нет, она была умная, но наивная. С самомнением из-под принтуса, как сказал один мой приятель. Так вот, люди, понтующиеся своей болячкой, считающие себя чем-то супер, мне очень, ну 80% инвалидов попадалось таких. Даже вот когда книжки какие-то читаешь, я уже понимала, откуда, теперь я понимаю, откуда это берётся. Откуда эти писатели визуали, с какой головы, с реальной жизни. Которые все свои плохие стороны, оправдывают, допустим, своей болезнью. Какую-либо. Которые пытаются быть розой на фоне навода. Унижая оппонента Какими-то его недостатками. Ну, допустим, кто-то Картавит, а другая Вся такая не картавит. Ну, не доводили в детстве к этому самому Логопеду. Я в детстве не выговаривала ЛАР. ЛАР. Глыба. Селёдка. Да? У кого-то был нормальный Логопед, а у кого-то не очень повезло. Да? Подобная проблема. Или у кого-то глаз косит. Вот у меня одна девчонка знакомая, мы с ней долго общались, она говорит, вот ты никогда не замечала, что у меня глаз косит. После того, как она мне сказала, я стала на неё так усиленно пыриться, чтобы понять, правда, что ли, как-то так. Ну, и вот, когда человек один с какими-то, возможно, недостатками, скорее всего, внутренними, пытается выделиться, вырисоваться на фоне того, с кем он якобы типа дружит. Соконатина. 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 Внижает человека. В любом удобном случае. И допустим, что-то хочется человеку купить Именно себе А вам говорят Да ты что, да ты У тебя нет сисях, триндец У меня их выбрали вот так вот Все совсем нету Даже у совсем тощего человека Плоского Они есть Физически предназначены природой Ты там такая, допустим, жирная У тебя волосы тонкие или еще что-то Ну ты же не красишься Ну как же губы-то я хорошо Короче, самые дебильные Причины И итог этих причин идет всегда Чтобы ты потратил деньги Не на себя, не себе А на оппонента, который типа Твой самый лучший друг, ведь я же о тебе заботюсь Ты же будешь выглядеть не так Как ты думаешь Ты будешь выглядеть намного хуже Если ты хочешь продолжать со мной общаться Ты должна сделать еще список Невыполненной литературы Те, которые Позиционируют, как я уже говорила Только не надо мне говорить Что у меня там бомбит Или еще что-то Я считаю, что каждый человек Ну сейчас в России, во всем мире Думаю, не настолько много На 100% здоровых людей физически У него что-нибудь да есть У кого-нибудь какая-нибудь астма Вот у меня подруга была Она в принципе такая вся нормальная была Такая, кстати, девка На тот момент, когда мы общались Доминантная такая вся У нее была астма Ну как бы она бы не сказала, я бы не узнала Ну правда, один раз я видела этот приступ У нее немножко другая лица была Она, допустим, вот этот момент не позиционировала Типа, вот я здоровая А у тебя очки на голове Вот просто из-за того, что большинство таких людей Позиционирует себя особенными Из-за того, что у них какая-то физическая проблема К инвалидам в России, мне кажется Ну не знаю, как в других странах относятся Но по большей части в мире Как к какому-то дерьму Есть те, которые родились с каким-то увещем Я помню, мне в комментах писали Ну у нее же руки дрожат от того, что ДТП было Я думаю, значит, если бы у меня просто руки дрожали От того, что генетическая предрасположенность Надо мной можно издеваться А если я попала в ДТП, надо мной нельзя издеваться Я к тому, что Дуличность людей еще такая Родился человек с косым глазом Слегка картавит И склонный к полноте Загнобите его Это он виноват, что он таким родился Момент такой Во-первых, он не виноват, что он таким родился Во-вторых, генетическая предрасположенность У его поколения она проявилась А допустим, у кого-то тоже Кто гнобит этого человека Были подобные гены Но они проявятся, допустим, в его ребенке И когда вот вы, ребята, начинаете гнобить Меня, допустим Мне-то ладно Больше кайфа, да? Больше какой-то шумихи Кого-нибудь начинаете гнобить Потому что у него глаза косые Там, не знаю Он руку потерял Где-нибудь Или слегка тупые Не все слегка тупые, сволочи Есть слегка тупые наглые А есть слегка тупые нормальные Так вот Когда вы начинаете гнобить человека Есть шанс, что Если вы планируете быть мамочками Декретик, папочками Просто Даже если вы будете папочками Типа в каждом Ну, как капитан В каждом городе по жене, да? То есть шанс, что над вашими отпрысками Какой-нибудь особо одаренный Будет точно так же глумиться А телефон говорит Включить в берегательный режим Я его сегодня зарядить особо не успела Наверное, я сегодня зацепила Несколько таких тем Которые, возможно, слегка разные Возможно, все-таки Ну, как бы общные Где-то как-то Возможно, это было сумбурно Я все-таки не выполнила запрос Потому что нифига на его не помню На сто процентов А зверьте Ну, слушайте, я пока говорила Тут на камеру Я это все схобячила И, кстати, вот в пухаре Кладется Помимо чеснока Кладется грецкие орехи Грецкие орехи с чесноком Слушайте, так вкусно внезапно Даже если вот тут брать фасоль А все остальное оставить Я думаю, можно даже такую Тюбанушку делать А чисто подкидывать В какие-нибудь макароны Или картошку Сейчас попьем чайку Кусочек хлеба остался Видимо, потому что Сегодня у меня было И первое, и второе Чаще всего у меня бывает Одно первое А второе где-нибудь Часа через два Сейчас мы ее Кроем Интересно, нет, не нашла Эту именно Которую я взяла И она раздавит Конфеточка Не, я, конечно, подозреваю Что есть какие-то фанаты Лии, не разделяющие Лии или как-то ее Мои слова сегодняшние В этом ролике Которые не считают Что она выпендривается Этим своим Физическим каким-то там Недостатком Что она бедная несетная девочка И что я такая злая полочь И вы от меня С уиском отпишетесь Если вы будете отписываться Пишите в комменты Ты такая плохая Я от тебя отписываюсь Или я от тебя отписалась У меня, помню, так угорало На людей, которые По какой-то причине Мне писали, что Ты злая Ты делаешь все для себя Вот ролик сейчас снимаю Могла бы пожрать Без камеры Я иожу на камеру Куш Мне так всегда прикалывала Что-то я пишу Я от тебя отписалась Сидит еще и комментов 30 выстрел И ролика через 4 Снова придет И еще раз так 10 Скажет Я от тебя отписалась Была кота баба У меня она Раз полгода отписывалась Мне это как-то в пофер Откровенно говоря Мне, конечно, наверное, круто Когда вот смотрят тебя 5 тысяч человек Но все 5 тысяч человек Меня сейчас не смотрят, допустим По крайней мере Точно не каждый день Круто в том, что, допустим Определенная сумма Подписчиков И определенная сумма часов Просмотров минут Минут часов Дает возможность Заработать мелкую монетку С показа рекламы в роликах Да, вот в этом плюс Как-то хоть оплачивается Не то, чтобы оно Полностью возвращается Сколько я вложила в этот канал Финансов И сколько оно Откатом идет Намного меньше 1 к 4 где-то, наверное, скорее всего так Но если, допустим Меня будет смотреть только 100 человек Которые верные Они меня смотрели И даже те, которые смотрели С самого начала И до сих пор Нравится все, что я делаю И их не коробит Что я тут Имею какой-то свой взгляд на жизнь Отличный от большинства И от их взгляда В каком-то плане И даже приходят Человеки, которые Случайно Напоролись на мой канал Отсмотрели все Тысячу с лишним Роликов И остались со мной Мне как бы считают Что в этом ничего плохого нет Как бы ценность зрителя Она не отпадает Будь это 1 человек 100 человек И намного больше Но если вы считаете Что я до хрена везде не права По любому пункту Из озвученных В этом ролике Как кем Дайте знать в комментах Ты иногда снимаешь ролик Думаешь Ой, сейчас придут Насрут Нахейтят Я никого В лучшем случае Там лайк какой-нибудь Дислайк Ни одного коммента А иногда не ждешь А они приперлись Так что народ Не стесняйтесь Я не укусаюсь Я баню в крайних редких случаях Когда человек Очень сильно переходит На личности В личных сообщениях Не хочет общаться И в личной жизни Ну, в смысле В реальной жизни При личной встрече тоже Ну, у меня бывает такое Что я разбаниваю Потом захожу В черный список Кто их где-то такие Я вообще не знаю И разбаниваю А некоторые туда Попадают навеки Потому что не меняются Каменты я крайне редко Доречу В том случае Если я влюб Решит Приняла Дебила Заразумного человека Решила с ним Вежливо Тактично пообщаться А он переходит На полный срач И я уже понимаю Что со стороны Люди не поймут Кто из них дебил А сама уже понимаешь Ну, тут Ну, говно воняет Вот как не это Не трогай его Как говорила моя подруга Ну, говно такое И иногда Такое говно бывает Что даже И мимо прошел Не потрогал палочкой А оно все равно воняет Так что, в принципе Я стараюсь Или Ставлю лайк Если мне тупо Некогда Это сердечко ставлю Да Некогда ответить Я тупо прочитала Иногда я отвечаю Там уже Через два дня Через четыре После этого лайка Иногда я не ставлю Никаких лайков Просто прочитала Да, хорошо ваше мнение Имеете право Просто Не матюгайтесь Особо И будет все ништяк Потому что там На определенные слова Ютуб чисто мне пишет Раздел этих комментов На рассмотрение И не спамьте Как Ака Нур Мне писала После того Как меня нахейтила Со всех сторон Да еще в каком-то стримике В чате Ссылочка И однотипным комментом Со ссылкой Под несколькими роликами Ютуб принял за спам И я так решила Типа Под самопиар Самопиар вообще На ютубе Как бы не приветствуется Самим ютубом Так что Ну в общем Всем спасибо Кто сидел со мной Хавал Слушал Мой поток бытия Попил со мной чаю Допустим Схавлячил Не поверите Всего лишь одну конфетку Хава в шоколаде Кстати Подсолнечная хава Хоть бытия не написано Просто хава Глазированная В глазури В самом деле Это тупо Подсолнечная хава Обычная Ну Не хуже Не лучше Чем Ротфронтовская Особой разницы Я не заметила Если бы мне ее без бумажки Положили Вместе с Ротфронтовской Один в один Там тоже Какао Заменитель какао масла Не лаури Какого-то там Типа Есть Что в Ротфронте Что в Шарлиз Что по-моему В Тимушке Или как он там Тимуша Я сейчас даже гляну Да На самом деле Что Тимушу Что Шарлиз Выпускает Азовская Фабрика В общем Она делает Специально По заказу Одной компании И другой компании А может быть Это вообще Одна компания Только С разными названиями Дочерка Одной От другой Всем желаю Нормальных друзей Адекватных Людей Которые Не выпячивают Свою Ой знаете Если я не буду Двое суток Спать Если Я не буду Правильно питаться Буду Много Работать Мозгом Или физически То и другое С перерывами На одно Потом другое Если меня Будут Периодически Выносить Мне мозги И чем-то Нервировать Если я Даже Потом еще На четвертые Сутки На третьи Четвертые Сутки Буду спать По 2-3 часа То на пятые Есть шанс Что Я словлю судорогу Подколенную Смогу дойти Глотнуть воды Открыть балкон Даже Может быть Эту ногу Под холодную воду Засунуть Доползти до кровати Аура Закончить действие Я свалю Бывавшего Бывавшего в ДТП Второй тип Раз Раз Пятнадцать Десять Для того Что вообще Не случится Даже у тех У кого Есть предрасположенности Это совсем Не обязательно Обдабливаться Таблетками С наркотической Зависимостью Которые Съел один раз А потом Будешь Будешь Жить Свою Хомячить Всем спасибо Особенно тем Кто и После услышанного Хотя подобное Как-то Случайно Вернусь обратно Там на флешке Память Прикончилась Чуть-чуть И осталось Буквально Шестнадцать минут На Аккумуляторе Короче говоря Вот я про эту Борячку Случайно Как-то Ну намек Такой Был еще В той квартире В шестнадцатом году Потом Кто-то там Что-то вякнул Из моих Реальных Знакомых За язык тянул Ну короче Из тех дебилов Которые считают Что если у человека Апилепсия То это все Ну Иван Как вот там Дмитрий Царевич Углический Накололся на ножичек Вот у него Та самая была Тоже Подучая Вообще считается Что эта болезнь Бывает только У супергейниев Там Македонского Приписывали Но у него не было У Гайюлии Цезаря Была по-моему Да я с ним Лично знакома была Прикиньте Шутка Хотя не знаю Кто это Если верить Прошлой жизни Перерождение Инкарнация Короче говоря Как-то один Придурок Ляпнул В стриме И пришлось Сказать Что да Она у меня есть Вот я третий раз Сказала Кто не смотрел Те два момента Там какой-то ролик Я уж не помню Что-то По-моему Обзор Что у меня В холодильнике В той квартире И кто не смотрел Тот стрим Не помню Какой Года уже Год назад был То вот Теперь вы знаете Страх-то какой И прикиньте Я не как-то о Лилии Или как там ее И другие подобные ей люди Я не выпячиваю Эту фишку Я просто знаю Что у Почти каждого человека Есть какая-то болячка Которая В той или иной мере Намного серьезнее Возможно Чем даже Моя апеллипсия Всем пока